Значит, правая рука никак у нас не может встать на место левой. Несмотря на то, что они руки. То есть, рука. Одно и то же. Отсюда мы получаем намёк на то, как может выглядеть наш мир. Ну, вообще-то именно намёк действительно, поскольку, конечно, пример Канта с руками не может быть назван какой-то потрясающей аналитикой. Опять же, в привычном смысле слова для нас, да. В крайнем случае, критика чистого разума Канта отодвигает на второй, третий какой-то план. Для нас вот такие гениальные интуиции и догадки самого философа. Но я думаю, когда-нибудь такое положение дел изменится. И, может быть, мы откроем для себя то, что по потенциальности идей, ранние работы Канта могут опережать все три его критики, взятые вместе. И у меня есть такое подозрение на этот счёт. Но мы не будем делать вид, что мы здесь, как говорится, крутые аналитики. Мы находимся в области намёков. Ну и ладно. В области намёков, так в области намёков. Это нас нисколько не смущает. Давайте получим хотя бы намёк. Уже и намёк получить неплохо. В сказках всё есть намёк. И при этом герою удаётся достичь своей цели. Вот это странное такое сочетание, несочетание, сочетание, несочетание правой и левой рук даёт нам намёк на то, как устроен вообще весь наш мир. Вполне возможно, что все наши материальные вещи, не только вещи, но вообще любые материальные объекты, которые находятся в нашей Вселенной, зеркальный, имеет своих двойников. А там, где имеются двойники, там имеются и тройники, и так далее. Я не буду останавливаться на этом вопросе, но это само собой понятно. То есть весь наш мир зеркальный, но в то же самое время вот эти вещи или тела, вот эта материя, которая зеркальная другой материи, не может встать на её место. Она не в состоянии встать на её место. И вынуждена пребывать вот в таком состоянии, в каком мы её застаём. Очень даже может быть, что этот вопрос каким-то образом связан даже и с проблемой непроницаемости тел. Канта очень сильно волновала. Опять же, снова в работах ранних. Потом он обо всём этом забыл. К сожалению, он переключился. Вот на критики свои, полностью ушёл в них с головой, как и делает всякий настоящий философ. Но его очень интересовала во многих ранних работах проблема непроницаемости тел. Дело в том, что Кант застал ньютоновские времена. То есть, гравитация была. Сила притяжения присутствовала. Но, Кант говорил, а где же сила отталкивания? Почему мы не можем найти её? Ведь не может быть одной силы. Мы ведь привыкли к тому, что всё у нас противоречимо, всё у нас противоположно. И понятно почему. Сама материя противоположна самой себе, как мы увидели, как правая и левая рука и так далее. Вот этот расщеп, он существует и в понятиях, он существует и в категориях. То есть, если мы говорим бесконечное и конечное, то они несут какой-то один смысл. И в то же время они не могут встать на место друг друга. Здесь выполняется всё то же самое, что выполняется и для материальных вещей. В некотором роде, конечно, нужно с осторожностью всё это применять. Я просто хочу показать, что в принципе они повсюду эти принципы. И Кант не находит этой силы. Где же сила? Отталкивание. И вот, когда тело не даёт себя проницать, когда тело занимает какое-то пространство, как говорит Кант, то вот здесь где-то заключается сила отталкивания. И Кант, как всегда, он делал, искал для неё положительное основание. Он считал, что, собственно, самой по себе силы отталкивания нет, а её функцию выполняет те силы, которые заполняют пространство своим распространением силы этой материи. И они не позволяют, как говорится, включаться в это другим силам. Ну, это я опять же тоже не буду в это вдаваться. Просто показываю вам, насколько в философии всё переплетено, всё взаимосвязано. И вполне возможно, что вот этот наш намёк, кантовский намёк на сплошное зазеркалье, он участвует и в вопросе непроницаемости тел, в том, как говорится, старом, престарелом с бородой утверждении Аристотеля, о том, что тела не могут быть одно в другом. То есть, тело занимает какое-то пространство и в какое-то время. Хотя, доходя до Хайдеггера и открывая его книгу, мы все с вами знакомились уже в первом разделе с таким понятием, как бытие «в», которое напрочь отрицает это аристоительское положение, потому что бытие «в» как раз нам говорит о такой структуре бытия, когда одно входит в другое и его же и обхватывает. То есть, здесь Аристотель, конечно, отдыхает по полной программе. Но пока это вот что-то такое. И на уровне канта это мыслилось тоже точно так же, что тела обладают непроницаемостью. Это является определенной силой отталкивания. Есть гравитация, которую, к слову сказать, никто даже из наших современных ученых еще не постиг. И вот мы приходим к какому-то такому миру, который в своей основе зеркальный, но не взаимозаменяемый. Очень странную структуру имеет наш мир. Как ее осмыслить и как ее вообще понять в этом плане. Но сейчас мы такой с вами суперзадачу не ставим. Хорошо, что мы эту картинку вообще перед собой нарисовали. Но я всего лишь на другой момент хотела бы указать, что вот в индийской философии тоже вспоминалось как-то не раз мною, что вот есть прокритий, да, для какого-то понятия материя, прокритий природам, причинам. И вот эта вот прокрития, она оказывается первоначально чувственной. Очень странное такое понятие для европейского человека, который, естественно, чувство оставляет за собой настолько, что когда-то имел возможность даже животных лишать определенной чувствительности. Ну, там интеллект он точно уже за собой оставляет, да. Только в последнее время начались колебания в этом плане. Ну, в крайнем случае, камню уж чувствительность мы приписывать не станем, да. Европейский человек приписывать ему чувствительность не станет. Вот. А в индийской философии это вполне в норме вещей. Но почему же я об этом вспомнила? Потому что если мы вот так рассматриваем, благодаря европейскому философу, да, Эммануилу Канту, можно сказать, даже образцу европейской классической философии, не иначе, и вот через его какие-то намеки, моменты и фрагменты мыслей, да, мы приходим к очень странной картине. Дело в том, что если наш мир, если материя действительно вся сплошь зеркальна, но невзаимозаменяема, вот, то, очевидно же, она обладает свойствами отражения, необходимыми, да, а эти свойства отражения, в общем-то, извините меня, есть то, что можно на каком-то более высоком уровне и в более высоком этапе назвать чувством, не так ли? То есть вот эта вот способность отражать, способность относиться к другому, а другой относится к тебе, это, в общем-то, и есть какая-то такая база, если можно сказать, проточувственности, да, и, исходя из этого, не стоит удивляться тому, что однажды на таком основании появляется атом жизни, да, который уже ощущает, уже чувствует, и, и поэтому индийское прокритие, изначально чувствующее, вполне допустимое понятие, то есть материя уже готова, она, в общем-то, на каком-то уровне, низовом, готова и в том смысле, что она пространственна, вот так вот зеркальна, и готова в том смысле, что она временна, а здесь я снова напоминаю вам наше определение времени, это развлеченная самонаправленность материи, то есть не только моё зазеркалье с другим, но ещё и моя направленность, моя направленность к другому, как к самому себе, сложите вместе два этих элемента, образуйте из них некоторый синтез, и вы получите ощущение, вы получите ощущение, одно тело, другое тело, и осознание отношения к самому себе через отношения к другому. Вот как-то так у нас получается, что, собственно говоря, та самая неживая природа, которая стабильно неживая для европейского мышления, она, в общем-то, вполне может быть рассматриваемая как потенциально живая. Здесь всё дело заключается в том, на каком уровне мы, под каким углом, под каким связом, под какой плоскостью мы это всё рассматриваем. И, конечно, атом ещё не собрался. тот атом, в котором будет уже проявлена сама суть материи, потому что в живом организме уже самая суть этой материи уже проявлена. Он ещё не собрался, он ещё распылён. Он распылён. Прокрытие распылена. Её называют женским началом, распылённым началом. Но мы же видим, что не хватает только единения, не хватает только виват, ура, атом. И имеется вся база и структура. И возникает жизнь. А там, где возникла жизнь, уже поставлена печать. можно сказать, что на этой печати написано, что есть материя, что есть наш мир. Ну, согласитесь, что при таком рассмотрении вопросы, которые задают себе космологи, астрономы, физики. Есть ли жизнь нашей Вселенной? Вопрос, который время от времени становится очень актуальным, потом менее актуальным, потом опять градус какая-то шкала повышается. и физики рассуждают, астрономы предлагают. Одни говорят, что нет, мы одни во Вселенной. Другие говорят, конечно, экзопланет много, вполне возможно, а другие говорят, нет стечения обстоятельств. Ну, вот, все на таком уровне происходит. А если этот вопрос ставить философский, вот, Кант снова и снова возвращаемся к Канту. Кант не сомневался, что есть разумная жизнь, правда, во времена Канта, как говорится, это вообще было в моде. Например, марсиане и так далее, что планеты собственно обитали, и это само собой считалось разумеющимся. Кстати, если в истории посмотреть на то, что в каждый век считается само собой разумеющимся, то мы получим целую серию анекдотов. Жалко, что этим никто не занялся еще, потому что это было бы уморительно. Человек бы посмотрел на самого себя, что он считает само собой разумеющимся, и как вообще вот это все выглядит, эта гирлянда. Во времена Канта само собой разумеющимся считалось, что на Марсе есть жители, вот, Кант там пишет, чем дальше планета Солнца, тем жизнь должна быть высокоразвитей, поэтому там на Юпитере, на Сатурне могут оказаться более развитые существа, чем мы. Ну, это хорошо, это ладно. Здесь, как видите, философ не миновал общей моды, но он же ее и миновал. Мы всегда забываем о том, что философ хорош не тем, что он не говорит в духе своего времени. Он всегда говорит в духе своего времени, чтобы поделать. Но он говорит еще дальше, еще глубже, говорит еще шире. И Кант говорит, что ну ладно, это там живут, мы их еще не знаем, живут. Но он говорит очень интересную такую фразу, что люди не подготовлены к тому, что вот эта разумная жизнь, которую они ищут, может оказаться абсолютно и совершенно не такой, как сам человек. Вот за эту фразу, по-моему, Канту можно вообще говорить, «Всех марсиан тростей». Я так считаю. Потому что фраза замечательнейшая. И вот смотрите, исходя из наших размышлений, мы видим, что ну вот так выходит, да? Это порождается. Не может не породиться. не может не породиться атом жизни. Он порождается. Вот. И жизнь не может не породить дальше другой атом. И это талантно. То есть жизнь, какой-то разум, в некотором определенном смысле неминуемо. талантно. Но какие они будут? Кто сказал нам о том, что где-то в другом месте этот атом не будет иным? То есть мы в этом мире, мы вот в таком мире. И мы в определенном смысле слово «конечный». Причем слово «конечный» желательно было бы нам понимать вовсе не в том смысле, что все там будем или что нам отводится всего лишь там 70-80 лет нашей жизни. И даже не в том смысле, что мы вот телесны и дальше как говорится мое тело не распространяется, оно занимает только вот такой объем. И даже не в том смысле, что там наше познание ограничено или еще что-то в этом роде. Не во всех этих смыслах. Вот я скажу, потому что уже можно сказать, потому что после всего, что мы с вами вот обсудили, уже не прозвучит это каким-то таким странным выпадом. Я скажу, что мы конечны потому, что наш атом бытии. И собственно говоря, наша конечность заключена в нем. То есть живые существа, они просто животные. Они конечны потому, что они заключены все в атоме живого существа, в атоме жизни. За пределы этого атома они выйти не могут. если они выходят за пределы, то это значит, что они либо распадаются и переходят в вещественное бытие, либо возможен такой случай, они выскакивают в человеческую природу, через атом. Но это фактически тоже запредельность. Это уже не животное. Мы зря говорим, что человек животное, очень зря. Мы столько уже наговорили это раз, что уже и сами очень сильно в это поверили, как нечто само собой разумеющееся. Нам придется с этим еще расставаться. Человек это не животное. Вот конечность живого существа. У вещественного бытия тоже есть своя конечность. И каждый раз эта конечность лежит не в каком-то там апокалипсисе, где-то произошедшем, или не в том, что все, что мы не возьмем в руки, ограничено. Она лежит в атоме. Это конечность задана в самом атоме. Это пределы. Это пределы для того мира, который раскрывается перед нами. Вот точно так же пределы для человеческого мира это бытие. Бытие и, соответственно, не бытие. Вот пределы человеческого мира. Вот почему человек может быть в конечном счете удовлетворен. Гегелевская тема, которую он некогда поднимал, может ли существо такое, как человек, быть удовлетворенным. Мы ведь все время говорим, что оно развивается, оно потенциально движется, оно там не останавливается. И кажется, что Гегель тут звучит полным анахронизмом. Между тем удовлетворенность человеческого существа не означает его стагнации. Вовсе нет. Она означает именно то, что она означает. То есть какой-то покой, нахождение в чем-то своем. И действительно нужно согласиться, что этот покой для человека возможен. и этот покой человек может обрести в бытии. Почему? Потому что это есть его атом. Это есть его начало и есть его конец. И человек, попадая в бытии, находясь в бытии, единственно подлинно человеческим образом может быть удовлетворен и успокоен. Это то место или это та область или это то нечто за которым человек уже более чего-то не ищет. Бытие и есть его смысл. Само бытие и есть его смысл. Вот что выходит отсюда. Вот какова наша конечность. А у живого существа она своя. А там у мертвого тела. Она тоже своя. Своя собственная конечность. И все-таки как не тянет меня дальше и дальше живописать эти картины, которые как мне кажется настолько проективны проективны в самом широком смысле слова, что тут даже немножечко перестаешь интересоваться и самим временем. Потому что время такой вопрос сногсшибательный. А тут разворачивается какая-то такая перед нами панорама, где тебе и пространство, и время только становятся определенными моментами. и казалось бы, что зачем мы вообще сюда заплыли, ну, помимо красот, конечно, естественно, и вообще нашего человеческого любопытства. Но вроде бы интерес ко времени тут только такой теряется уже только такой второстепенный. На самом деле нет. Я вас веду верной дорогой. Мы верной дорогой идем, товарищи. Это аллословное утверждение такое смешное. Но дело в том, что как саморазвлеченность материи время связано с этой полнотой, то есть с атомом. Фактически время оно направлено всегда к этому атому. И пусть мы его там направляем из неизвестно куда в неизвестно куда. Пусть мы рисуем вот эти все наши линейки. Пусть мы считаем однозначно, что время куда-то там идет. И вот так вот неумолимо, не останавливаясь. А я вам продолжаю рассказывать другую картину. И если мы вспомним вот этот вот круг, который вам вашему воображению рисовало рядом с линейкой, и пыталась показать, что время как самонаправленность всего лишь желает полноты. Она желает проявить какой-то момент. давайте теперь не на круговой диаграмме, а это же возьмем в нашей собственной человеческой полноте. Вот вы чем-то занимаетесь. Идет время, да, как вы говорите. Представим себе, что это занятие для вас очень интересное. оно не просто какое-то функционирование, а оно вас захватило как-то. Вам интересно и это, и другое. Но вы знаете, когда дети знакомятся с новой игрушкой, или с тем совершенно непривычным, для них еще незнакомым, как они вертят со всех сторон, да, этот предмет. Не знаю даже из-за что раньше ухватиться. Хочется и вот это, и вот это, посмотрите, вот это. Дети вообще живут именно в таком режиме. Кстати говоря, когда взрослый человек ничего уже не хочет, а ребенок сразу хочет все. Кстати, это две стороны одной и той же медали. так вот много всего и вот эта множественная направленность, да, и вот вы захвачены, захвачены, вроде бы вот что-то распахнулось, но вдруг что-то вас выбило, отвлекло, там кто-то вас позвал, как и ребенка, да, игрушку забрали и нужно идти там кушать, да, заниматься совсем неинтересным делом, там, куда-то сесть и так далее. И вот в этот момент человек говорит, ну, как мало времени, да, как мало времени было классного, да, вот, 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 вот только все было вот хорошо, вот, все было интересно, как мало времени, он говорит. Ну, давайте посмотрим, о чем это он говорит. мало времени это всего лишь некоторая соотнесенность, да, это вот вся та же самая линейка, сейчас вот за столом мне придется сидеть час, да, там, кушать, еще что-то делать, мыть ручки, прочее, а там вот интересненько вам не дали там только, ну, вот, глоточек. Конечно, как мало времени, да, я обижен, и все такое прочее. Знакомая ситуация, каждый из нас это может узнать, не только в детской жизни, но и взрослой такое бывает. Вы там открыли для себя удивительнейшее место, прекрасное, красивое, а вам нужно в этот момент уже уезжать, ваш тур закончился, да, ну, ради бога, ну, такая ситуация, те самые банальные какие-то варианты я вам описываю, Анна, может быть, повсюду и везде. И мы говорим, как мало времени, да, я здесь провел, ну, очень мало, не хватает мне времени. Ну, давайте теперь подумаем вот о чем. А не ошибается ли человек, когда говорит, что вот здесь было мало времени у него? мне кажется, что как раз в этом моменте, в том, который он переживал, было очень много времени, очень много времени, потому что если понимать время, вот так, как мы с вами его определили, как различенную самонаправленность, направленность, то ребенок направлен сюда, сюда, сюда и сюда. И когда вы увидели это прекрасное место, вам понравилась и вот эта беседка, и вот этот вид на море, и вот здесь мне хочется посидеть, да, и вообще я бы здесь погуляла, и я бы вообще тут просто тупо посидела бы, да, вот, вот эта полнота направленности во мне она возникла, каждую я ощущаю, каждую направленность я ощущаю как свою собственную, вот это и есть полнота времени, ну, скажем так, в крайнем случае образ ее, он еще не исполнен, да, но образ ее, то есть там много времени, и человек ошибочно говорит, что у меня было мало времени, потому что он всегда, всегда ставит, как это говорится, точку на всех своих впечатлениях, на всех своих переживаниях, он ставит вот эту объективную точку, как, словно, как в землю забивает крест, или в гроб забивает гвозди, понимаете, то есть раз и себя пришлепал, раз и себя убил, да немало у тебя времени было, у тебя было как раз в этот момент много времени, вот как надо говорить, много времени, и есть такие свидетельства, когда тот же самый человек, у него остался там час перед поездом, но он за этот час прожил больше, насыщенней, чем за все остальное время, он все время путешествовал, путешествовал, и никак не находил для себя чего-то, что все что-то не то, и тут вдруг проснулась эта самонаправленность, проснулось время, настоящее время, подлинное время, проснулось и раскрылась веером, у него было много времени, много, у него было не час, именно здесь у него было много времени, поэтому, вот такой переживающий может сказать, что я как целую жизнь прожил, вот в этом своем высказывании он не ошибается, он ошибается потом, когда он опять канул в лету, когда он этот момент потерял, как сказал бы Декарт, когда уже все позади, вот тогда он говорит о себе, как же мало времени у меня там было, хотелось бы побольше, но нет этого больше или меньше вот в том соотношении, в каком человеку этого хотелось, ему хотелось день, за день я насытился бы больше, не факт, не факт, человек и этого не понимает, иногда вот эта полнота не улучшается, а ухудшается с прибавлением вот такого объективного времени, вот такие парадоксы случаются с нами, их крайне трудно описать, уловить, но они случаются, почему они случаются, это потому, что не такая размерность времени должна вообще идти, не вот эти секунды, минуты, часы, не вот эти дни, нет, да, они тоже существуют, да, существует какое-то такое отношение, но оно уже вторым и третьим номером, или четвертым, потом, это все косвенные вещи, первым номером, это то, что распахнулось, то, что раскрылось, и в этот момент, даже если вы стояли секундочку напротив этого вида, у вас было много времени, вот чем я вас хочу увидеть, у вас было много времени, еще посмотрим, человек опять же говорит, почему же вот этот момент прошел, а наступает следующий, ну короче говоря, почему мы во все временные, елы-палы, мы все временные существа, да, зачем следующий, вот может я его не хочу, а после этого еще следующий наступит, да, да потому-то он и наступает, друг мой хороший, что вот тот момент, который у тебя был, не был полным, он не был полным, а время стремится, чтобы он был полным, настоящее время, подлинное время, нелинейное время, стремится вот к этой полноте, на нашей круговой диаграмме это время хотело быть, быть направленным сразу во все стороны своих частей, то есть заполнить сразу весь круг, и так человеческое время всегда стремится к одному и тому же, только подлинное время, подлинное, нелинейное, но, кстати говоря, и это справедливо и для других времен, но сейчас об этом не будем, любое время стремится к своему атому, это означает, что человеческое время всегда стремится к бытию, ни к Васе, ни к Пете, ни к Урне, ни к концу, и не неизвестно куда ваше время стремится к бытию, больше ему стремится некуда, а к концу она стремится, по видимости, потому что конец есть начало, конец есть начало, время стремится к завершению, к закруглению, к полноте, и мы видим такой иллюзион, что оно как бы стремится к концу, один момент упраздняется, и мы горько плачем, мы говорим время все разрушает, время все уничтожает, но оно ведь не только разрушает, уничтожает, оно же само раньше этот момент породило, оно же теперь вместо этого момента другой вам предлагает, так что роль времени не настолько просто отрицательная, как мы обычно это себе хотим представить, или лучше сказать так, как мы, в какое видение мы скатываемся, мы вот так вот невольно скатываемся во все вот это, что вот это вот время нехорошее, все время идет, все время его не хватает, может тебе не хватает времени потому, что твой момент неполноценный, если бы он был более полноценным, тебе может быть хватало времени, вот, например, сегодня человек, почему он испытывает такую острейшую нехватку времени, я в этом ключе совершенно убедительно могу сказать, потому, что все моменты, которые человек переживает, очень фрагментарны, разорваны и далеки от человеческого бытия, поэтому они все быстрее и быстрее сменяют друг друга, приблизительно так, как когда вы пытаетесь зачем-то дотянуться, да, а потом у вас уже всякие нервы заканчиваются, вы не дотягиваетесь, вы начинаете уже просто махать руками, да, потому, что заканчивается всякое терпение, вот приблизительно мне кажется и с нашим временем сегодняшним происходит то же самое, оно уже теряет терпение по отношению к нам вот и хочет показать, что ну знаете, вот не то, не то, не то, и это не то, и это не то, и это не то, когда же ты уже человек остановишься на том, на чем надо, когда же ты меня время обнаружишь, потому что ты теряешь уже и время, мы не только бытие забываем, к хайдегерской фразе нужно было прибавить, что мы забываем и время на самом деле, это с этой фразой, конечно, если вы ее вот так произнесете в приличном обществе, вам точно же скажут, ну ты идиот, как это мы забываем время, у нас у всех на руках часы, повсюду часы, человечество отслеживает самые маленькие секунды, где же мы забываем время, мы только о времени и помним, а я, как полный идиот, буду продолжать настаивать, что мы забываем время, забываем, именно поэтому оно нам навязывается вот в такой вот своей умирающей ипостаси, у нас ведь и время умирает уже, оно на исходе, оно заканчивается, не в том плане, что оно закончится, а в том плане, что оно организирует, наше время сегодняшней цивилизации, это организирующее время, мы направились не к бытию, можете сами сделать отсюда выводы, что будет происходить с нашим временем, это как все равно, знаете ли, говорится, пожелать встретить друга, но друг направляется на север, а я пойду на юг, вот, ну, если, конечно, мы обойдем земной шар, то, может, мы и встретимся, это если на земном шаре, а вот, если бы мы были просто на плоскости, там, вот, он пошел в одну сторону, но я в другую, прямо противоложную, очень хочу встретиться с ним, конечно, вот, но, естественно, не встречусь, вот так вот и здесь, да, хотелось бы нам побольше времени, мы все бегаем и говорим, мы хотим побольше времени, и при этом мы убиваем свое собственное время, сами убиваем его, потому что подлинное настоящее время идет к бытию, больше ему идти некуда, оно идет к полноте, при слове время нужно вспоминать не линейку, при слове время нужно вспоминать полноту, термин, это первый критерий, и направление, и направление, а у линейки нет направления, в вашей линейке, которую вы рисуете, оно в никуда, никто не знает, время идет сверху вниз или снизу вверх, или слева направо, или куда оно вообще идет, из какой точки в какую, оно идет у вас из никуда в никуда, вот, так что там со временем все понятно, там оно изначально как бы убито, вот, и вам предоставляют его труп для освидетельствования, вот это вот линейное время, это труп времени, который прикладывается для постижения там механических процессов, ну и так далее, вот, вот этим трупом, вот этим временным, мы все измеряем, вот, но если все-таки мы хотим покинуть пределы морга, вот, и расстаться с трупами как измерительными величинами, вот, и перейти все-таки к живому времени, то, вот, те запасы экзистенциального времени, которыми человек обладает и обладал и все еще обладает, вот, в связи с тем, что это все-таки разные уровни, объективное время нас со стороны механической материи поджимает, вот так вот, со стороны техники она на нас выступает, да, но наше-то время круче, наше человеческое, наша умная материя круче, и живая материя круче, и поэтому мы все время всегда с избытком, мы всегда с, с некоторой, так сказать, заранее заданной полнотой, мы атомы атомов, да, мы возвышаемся над этой вещественной материи, но продолжаем, как вот неблагодарные дети растрачивать, растранжиривать свое богатство, вот убиваем и умещаем свое время, и так, время не потому работает и сменяет один момент на другой, потому что оно идет неизвестно куда, а оно потому их сменяет, что оно не смогло в этом моменте выступить во всей своей самонаправленности, то есть во всей своей полнотой, поэтому оно дальше в следующее направление и следующее направление избирает и так далее, пока не завершится весь этот круг, пока не завершится полнота. Масса есть экзистенциальных событий, они с нами постоянно происходят, мы на них постоянно не хотим обращать внимания, мы всегда говорим, что это просто всего лишь наши субъективные ощущения, ну как можно в такой ситуации вообще к человеку с чем-то подходить, если он очень легко решает, что это просто его субъективные ощущения и тому подобное. Например, я беру тоже довольно-таки известный факт, когда я начинаю о нем рассказывать, люди очень напрягаются, вздрагивают, как-то нехорошо на это реагируют. Я вот иногда говорю, перед смертью люди практически всегда испытывают странное обратное движение времени. то есть если это какой-то альпинист, который упал с вершины и летит вниз, опять обратите внимание, это всего лишь несколько секунд по нашему трупному времени, но это большая полнота времени экзистенциального, внутреннего, и он случайно не убивается, а куда-то там падает снег и выживает, и дальше он рассказывает, что за это время, за несколько секунд, вся его жизнь раскрутилась перед ним в обратном порядке, как в киноленте. Ну, ребята, конечно, мы можем на все это вообще плюнуть, обо всем этом не думать, чем мы занимаемся, мы можем сказать, что же такое, просто вот такие странные вещи, происходят и так далее, и так далее, ко времени это не имеет никакого отношения, опять механические часы взглянули и побежали, но все это имеет на самом деле самое прямое отношение к живому настоящему времени, посмотрите, какое свидетельство о том, что время побежало в обратном порядке, посмотрите, какое свидетельство о том, что в 3 секунды влезла вся жизнь, как все необычно, именно в силу того, что это необычно, нам не хватает мозгов, для того, чтобы на этом остановиться, хоть немножко об этом подумать, но это альпинист, а если человек умирает довольно долго, допустим, болезнь какая-то, то к нему постепенно возвращаются старые воспоминания из его юности, спрашивается, я вас спрошу, почему же это время, которое у вас идет всегда линейно и всегда вперед, как приблизительно социалистический паровоз, труд, мир, май, коммунизму и ни шагу назад, почему же это время вдруг пошло назад, каким она таким свойством обладает чудесным, что она отправилась назад, если вы вот так мыслите время, и это, так сказать, субъективные странности сознания, да, может приписать, так далее, но тогда я тоже могу сказать, что и то время, которое вы здесь ощущаете, тоже просто на субъективные странности нашего сознания, и мы опять вернемся на тот же самый старый круг, к тому же самому первому лагерю, который мы с вами обсуждали, что вообще все это абстракции, которые создаем мы по поводу происходящих процессов и положений тел, да, то есть очень быстро, мы очень быстро совершаем этот регресс, быстренько откатываемся, когда мы только сталкиваемся с какой-нибудь сложной ситуацией, отказываемся ее понимать, отказываемся ее мыслить, вот, самая обычная досмановская ситуация, вот, странно, да, во-первых, полнота времени, умещенная на каком-то моменте, да, казалось бы, маленьком, я сейчас рассказываю, мне что-то в голову пришло воспоминание о спорах схоластов средних веков, которые спорили, может ли уместиться на кончике, на острие иголочки тысячи чертей, вот, вот, вы знаете, когда так вот к месту вспоминаешь, кажется, бред какой-то, вообще, это философские диспуты, на это счет, а вот забавно же, да, в человеческом проектировании никогда нет ничего совершенно полностью пустого, если мы это еще, говорится, массу раз спроектируем обратным ходом, как предлагал Гусар, произведем редукцию назад, да, откуда это взялось, то, знаете, тысячи чертей на острие маленькой иголочки очень подойдет для определения времени, вот, оно прямо мне сейчас как очень хорошо подошло, и вот вам тысячи чертей этих вбок, за одну секунду тысячи чертей, тысячи различных временных фрагментов, и они все умещаются вот в этой маленькой секундочке, еще примеры приводить, да, полным-полно у нас таких примеров, которые не вписываются не то, что в линейку, времени, они не вписываются и в какие-то другие, более экстравагантные размышления времени, там, если ученые уже пытаются пускать обратно ход времени, и осторожненько так заявляют, что, типа, законы физические не запрещают, чтобы время теперь потекло обратно, но можно подумать, что, как оно текло в никуда из ниоткуда, то теперь оно будет обратно течь в ниоткуда из никуда. Вот и все, что у него поменяется. Но наше с вами время на самом деле не такое. У него есть пределы. Я сказала об этих пределах. Его пределы бытие. И время умирающего человека мечется в этих пределах. то есть фактически вы видите перед собой попытку времени еще раз исполнить всю свою полноту, насколько это возможно. Но, к сожалению, попытку такую приблизительно как попытка уже того, кто понимает, что это бесполезная попытка, но все равно ее совершает, предпринимает. В этом моменте время все равно до конца пытается исполнить свою природу. Природу полноты и завершенности. На самом деле это время должно было посреди вашего существования найти свою собственную полноту и свершиться. И на это нам очень хорошо указывает время древних греков, которые всегда так и понимали его в осени так, как мы понимаем. Когда древние греки говорили, что существует время расцвета человека, и обо всех философов они так и писали, о каждом философе, если вы прочитаете эти материалы, вы всегда найдете указания на время расцвета. Время расцвета его жизни пришлось на такую-то олимпиаду. Почему же эти люди выделяли то, что современный, продвинутый, такой весь из себя технологичный человек в упор не замечает? Почему ни в одной современной биографии я не могу встретить этого понятия «время расцвета»? Почему мне никто не указывает на него? неужели не было времени расцвета у Декарта, у Паскаля, у Канта? Где мы об этом можем прочитать? В какой современной биографии? Нет, в современной биографии вы прочтете, когда он родился, когда женился, вот, когда защитился и когда умер. Почему Хадеггер и ненавидел эти все биографии? А что такое время расцвета? Время расцвета по-древнему греку. Это та возможная свершившаяся его полнота, больше которой не будет. Вот он дошел до этого и она, конечно же, естественно, не атом. В этом плане мне тоже кое-что вспоминается. Например, перед моим образом витает какой-нибудь слиток золота, только не смейтесь, вовсе не потому, что я стремлюсь к деньгам, вот, а потому, что, наверное, человечество к ним стремится, поскольку они пытаются получить чистое золото, чистейший, без примесей, да, золотой состав, и ничего не получается. Получается всегда 9-9-9-9 после запятой, да, но 100 не получается 100%. И вот даже в этом таком грубом, материальном, я бы сказала, даже вульгарном факте получении полноты, мы видим, что мы не можем получить эту полноту. Вот эти атомы, они создаются теми силами, которые превышают человеческие силы. Мы сами внутри атомов. поэтому не будет золота на 100% и человеческой жизни на 100% не будет. Не будет атома и поэтому будет время. Будут моменты будут сменять друг друга. Они будут стараться претендовать на эту полноту. Но древний грек понимал, что только один из претендующих ну или два, три, четыре, пять победят. Древний грек-то наблюдал наверное соревнования у себя на Олимпийских играх и видел как побеждают. В забеге участвует очень много спортсменов, а побеждают только один. Вот так же и в человеческой жизни. То есть есть период говорят древние греки, в которой у человека раскрывается максимум его сил, максимум его полноты. И вот это и есть его настоящее подлинное время. В некотором смысле слова можно сказать, что вот это его самое, как говорится, его коренное время. остальное может быть подъемом к этому, может быть спуском к этому. И это не отрицает того, что и на подъеме, и на спуске у человека могут быть какие-то фрагменты, которые показывают ему эту полноту, раскрывают эту полноту. Однако здесь речь идет уже даже о какой-то укорененности. То есть давайте подберем подходящее слово, что такое расцвет. Греки страшно любили вот этот вот свой расцвет. Они все время говорили о расцвете космоса, что космос это цветение. Космос это цветение. То есть как раз космос это некоторое по их представлению было вхождение в полноту. То есть они хотели нам сказать, что тот видимый космос, который мы наблюдаем сейчас, вовсе не обязательно раньше был столь прекрасен и дальше будет столь прекрасен. Но после этой фразы меня, конечно, должны сразу же убить, потому что скажут, что космос для древнего грека вообще не менялся. Но я же не это имела в виду. Я хотела сказать, что древние греки не напрямую нам это сообщают, а своими мыслями. То, как они мыслили, они подсказывают нам, как мы вообще должны мыслить. Мы должны мыслить наш космос как счастливый на сегодняшний день. То есть сейчас мы живем в счастливом космосе, в том космосе, который находится в акме, в возрасте своей зрелости, в возрасте своего рассвета и совершенно необязательно, что этот космос потом не станет стареть и приходить в упадок. Или же там необязательно, что он некогда был юн, как мы знаем, да, и настолько горяч, что никакие мы там не были возможны, да, собственно говоря, там даже не был возможен и свет еще. Поэтому греки метили правильно, греки стреляли правильно своими мыслями, они понимали толку в этом деле. И вот это вот словечко, как мы вот отберем, греки уже подобрали расцвет, да, когда время раскрывается во всех возможных направлениях для человека, но, конечно же, исполнить эти направления все абсолютно ему не удается, но он стремится это сделать, стремится. То есть в этой поре человек ощущает себя в силах совершить все. Мы, конечно же, знаем, что, несмотря на такое ощущение, совершить все не получается, но, если так вам уже интересно, то, ну, было бы то я бы могла совершенно точно найти, например, у того же самого Хайдегера такие моменты его времени, в которые он считал, что он напишет, победит, расскажет, у того же Канта, понимаете, то есть моменты уверенности в себе, моменты вот этого вот совпадения, что называется, на волне. и наше мышление сегодняшнее, наши подходы, они настолько примитивные и убогие, что они вообще на такие, как говорится, мелочи, в кавычках, не обращают внимания. А вот эти вот мелочи, они и есть самое главное. Вот это то время, в котором человек стоял на полноте. Она почти, можно сказать, так, свершалась. Вот он стоял на этой полноте. И вообще-то, исходя оттуда, исходя вот из такого времени, если бы бросить взгляд вокруг, то видится все иначе, иным образом. Мы же с вами в основном смотрим не оттуда. И даже если мы смотрим туда, то видим это как какую-то там мелькнувшую мелочь, а смотрим мы своим тусклым взглядом всегда с чего-нибудь, что все еще куда-то идет или уже откуда-то падает. Из такой позиции составляем себе я уже не говорю про линейное время, но и представление о каких-то своих экзистенциальных ощущениях времен. Они есть у каждого из нас. Знаем мы об этом или не знаем, осознанно или не осознанно. Поговорите с человеком на эту тему, и очень много в нем откроется, таких фрагментов, таких моментов. Правда, все они будут неосмысленны, но они есть. Они есть. И никакие, так сказать, ругательства, никакие наши мнения и представления не убивают их напрочь. Они продолжают раскрываться эти моменты нас. Ждем будущего, которое уже вплотную к нам приблизилось. Уже надо хвататься за эти моменты, потому что уже ничего не осталось от нашего времени. Мы его до конца почти убили. Единственный наш шанс, единственная наша возможность это схватиться за то время, которое направлено к полноте. попасть в то время, которое направлено к бытию. направлено мая медали